Волнный перемен. Именно так называется апрельское обновление в Расте. Вчера вечером я обнаружил, что Раст требует обновления в стиме. Я уже ознакомился с ними на официальном сайте студии FacePunch. И сегодня я вам расскажу о самых лучших, на мой взгляд, обновлениях. В описании под этим роликом я оставлю ссылку на источник и удобные таймкоды, чтобы вы легко могли найти интересующую вас новость. Ну и самое первое обновление, о котором я вам хотел рассказать, это в игру теперь наконец-то добавили культовый миниган. Миниган нельзя скрафтить и нельзя изучить. В него вмещается до 300 обычных патронов 5,56 мм. И еще немаловажный момент. Если миниган ваш сломается, его нельзя отремонтировать. Я пока не понял, где его можно найти, но судя по тому, что пишут разработчики, его найти можно только в тяжелых ученых. В руках он очень тяжелый и массивный. Посмотрите, как он выглядит. Ну со стороны он реально очень большой. На тестах он показал себя немного странным и нелогичным, потому что, допустим, деревянную дверь, чтобы разрушить, мне потребовалось 300 патронов почти всадить. А вот нанести урон металлическим двери у меня вообще не получилось. Я всадил примерно 1000 патронов. Но я так понимаю, это нужно, конечно, чтобы не было дисбаланса на серверах. Иначе игроки будут сносить целые дома так. Кстати, чтобы зарядить миниган, вам потребуется третий верстак. Не знаю, может кому-нибудь будет интересно, геймдизайнер этого минигана является Хелл. На этом мы с вами не заканчиваем. У нас еще одно новое оружие – военный огнемет. В дополнение к минигану, арсенал тяжелых ученых пополнился новым огнеметом военного уровня. Это оружие наносит огромный урон целям на расстояние до 12 метров и создает стены огня, которые можно использовать для ограничения зоны действия. Заряжается он все так же, как и старый огнемет, топливом низкого качества на 150 единиц, что на 50 единиц больше, чем старый огнемет. Ну и соответственно, вам не нужен верстак, чтобы его зарядить. Достаточно иметь при себе топливо. Я его потестил, например, на одну стенку деревянную потребуется примерно полтора-два заряда топлива. Если обобщить, то этот огнемет стал в два раза мощнее, чем старый огнемет. В игре наконец-то появился необычный новый шкаф. Студия анонсировала первый в истории Раста скин шкафа для инструментов. Помимо того, что этот дизайн совершенно новый, здесь есть другие плюсы. На экранах этого шкафа можно видеть всю информацию по постройке. Например, левый нижний экран показывает точное время обслуживания дома. Левый верхний экран показывает количество блоков и дверей в вашем доме. А правый экран показывает, сколько ресурсов кушает ваш дом за сутки. Для того, чтобы мониторы отображали всю информацию, вам обязательно нужно быть авторизованным в этом шкафу. Когда мы ложим в него ресурсы, в нижнем шкафчике отображаются ящики. Но я не совсем понял, как это работает, потому что визуально ты все равно не понимаешь, какие именно ресурсы в нем лежат, пока не зайдешь в шкаф. Здоровье шкафа никак не отличается от старого. На данный момент цена этого шкафа в стиме составляет 925 рублей. Ну что, растеры, будьте осторожны. Теперь, когда вы будете атаковать танки на космодроме или вдоль дорог, когда у танка останется 300-400 хп, из танка будут выходить ученые. Четверо ученых выйдут, чтобы защитить его с помощью дополнительной огневой мощи. Кстати, интересно, вот как презентовали в фильме, в трейлере их выход из танка, а вот как на самом деле это происходит вообще. Изменением подверглись и нефтяные вышки, причем обе, как малая, так и большая нефтянка. Теперь нефтевышки получили модернизацию с подводным доступом. Теперь туда можно попасть не только на коптере и на лодке, но и с ластами под водой. В общем, теперь там есть люк с лестницей, который ведет вас сразу на третий этаж. В самом этом подводном доступе я не встретил ни одного ученого, так что не беспокойтесь, вы легко сможете заходить теперь без потерь на третий этаж. В этом месяце обновили обе гаваня, вынеся значительные визуальные и игровые изменения. Эти изменения поддерживают новый процесс стыковки грузовых кораблей, который позволяет кораблю корректировать курс и причаливать в гавани. Мост будет открываться, когда корабль подплывет к берегу. После причаливания краны в гавани оживут и переместят несколько контейнеров из доков на палубу корабля. В этом месяце еще сделали исправление ошибок в электронике, античит обновления, улучшили оценку пинга в лаунчере. Даже сделали новую модель для грибов и мешков с семенами. Блин, но обновлений реально целая куча, я просто не могу обо всем рассказать. Если что, я оставлю ссылку в описании, вы можете ознакомиться с их статьей. На этом у меня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в наши социальные сети, где мы собираемся вместе играть в раз. Благодарю за просмотр, еще увидимся.